Православные верующие отметили крещение Господне. Традиция этого праздника нерушима. Люди окунаются в проруби, прообразом которых стала и Орданская купель. В этом году желающих укрепить свою веру, а заодно и здоровье посредством окунания стало больше. К ним присоединился и мой коллега Дмитрий Ковалев. Крещенской ночи 12-летний Леша готовился долго. Это его дебют. Раньше он наблюдал за отцом, а в этот раз и сам решил окунуться в ледяную прорубь. Подержать мальчика пришла вся его семья. Окунуться так резко. Здорово. Скажи, готовился к этому или нет? Готовился. Немножко. Мысленно. Мысленно и душу холодной воды взглянула немножко. А вот Никиту пришлось буквально уговаривать окунуться в проруби. Залезть в холодную воду он отважился только после отца. Вместе с сыном мужчина купается уже не первый год. Говорит, что после этого буквально забываешь о простуде. Во-первых, христианский праздник. Во-вторых, закаляемся здорово. В принципе, я считаю, отличное мероприятие. Полно, но здорово. То, что вода в крещенскую ночь облетает необычную силу, многие верят и стремятся испытать это на себе. Количество купающихся увеличилось в разы. На это повлияла и теплая погода. Буквально накануне в республике стояла минусовая температура. А уже ночью столбик термометра достиг плюсовой отметки. 70 лет, думаю, надо один раз. Я из Севильска. Там как-то не приходилось мне. Первый раз. Давно мечтал. Вот, осуществил свою мечту. Маржей с опытом от новичков здесь можно было отличить без труда. Кто-то окунался в прорубь с головой, как и положено, три раза. Молодцы, поздравляем. Кто-то не выдерживал и выбегал из купели сразу, буквально дрожа от холода. Ну а некоторые просто мочили водой руки и лицо. И вот что советуют людям медики. Охлаждаться лучше не сразу, а постепенно. Сначала снять верхнюю одежду, спустя две минуты обувь раздеться по поясу и только потом зайти в прорубь. Погружение в ледяную купель – это большой стресс для организма. Но поклонники крещенских купаний уверяют, если заходить в воду сферой, то и телу такие испытания нипочем. В этом году в регионе оборудовали более 60 купелей. В деревне Мемеши Чебоксарского района прорубь подготавливают сами жители. Раньше, чтобы окунуться в ледяную воду, им приходилось добираться до Чебоксара. Но шесть лет назад местные подростки решили прорубить иорданий в этом пруду. Теперь каждый год они мастерят деревянный каркас, устанавливают палатку и сами следят за порядком. Теперь сюда приезжают купаться и гости из других районов. Приезжают тоже с города, с разных ближайших деревень. Согласовано с администрацией Кшаровское поселение. Тоже контролируется медицинская медсанчасть приезжает тоже. В столице республики у стен Свято-Троицкого монастыря оборудовали сразу четыре купеля. Первые желающие искупаться здесь появились задолго до 12 ночи. Но по традиции большинство сюда предпочитают приходить именно в полночь. Полицейские спасатели работали в усиленном режиме. На подходах к купелям выставили рамки металлоискателя и ограды. У каждой купели дежурили сотрудники МЧС. Оперативные службы были готовы устранять и серьезные ЧП. Но все прошло цивилизованно. На обеспечение охраны нашей порядка в личностях управления МЧС задействованы более 100 человек. Кроме этого задействованы сотрудники войсковой части 39-97. Состояние льда, ледового покрова 35-40 сантиметров. Обеспечивает безопасность. Ну и мы на месте, конечно же, смотрим, чтобы не было ажиотажа. Массовое нахождение людей конкретно около купелей, чтобы обеспечить безопасность. Вода остается святой всю Крещенскую неделю. Еще есть время обрести силу духа. Но скоро синоптики обещают похолодание до 25 градусов. Митриковалев, Юрий Марков, Николай Яковлев, Расиль Мухаммедов. Республика. Всего в Крещенскую ночь в специально организованной проруби окунулись свыше 54 тысяч человек, сообщил на еженедельном совещании главы и правительства республики министр внутренних дел Сергей Семенов.